Сегодня Донатас Абанионеса на улочках Вильнюса узнают нечасто. Но было время, когда литовского актёра без преувеличения знал каждый в многомиллионном Советском Союзе. При том, что он был советский актёр, но он западный был артист. Разведчик и герой-любовник. Бесстрашный ковбой и глава тайного ордена. Ему, не обладавшему эффектной внешностью, доставались роли людей, на которых он был совсем не похож. Это очень нежный одновременно и жёсткий в своих требованиях. Богом данный артист, и вообще к тому же обладающий филигранной техникой. Филигранной техникой. Да, он хороший артист, спора нет. Но он ещё что-то нам намекает. И вот это нас беспокоит, потому что мы хотим отгадать это. Для того, чтобы сыграть героя, ему не нужно было вооружаться до зубов. И идеального телосложения, чтобы быть убедительным любовником, тоже не требовалось. Внутренний стержень, яркая харизма. Вот то, что было его главным оружием не только на экране, но и в жизни. А здесь уже нет ни одного живого. Почти все, с кем он начинал свой путь, уже ушли. Но и к одиночеству актёр относится с прибалтийским спокойствием и мудростью. И никогда не желал другой судьбы. Тогда суди себя. Это трудное дело. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. А вот это вот начинка. Начальников я не хочу, не будем показывать. Не надо. Ай, мне стыдно, что это скажут. Но и Донатас дурел. Поняли меня. Да, что я там буду показывать Путинова. В 2009 году президент России наградил литовского актёра Донатаса Мониониса орденом почёта. Вручая награду, Владимир Путин сделал неожиданное признание. В Москве, в Кремле, он шёл, 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 делегация стояла, там 20 человек дошёл до меня. О-о-о, здрасте, здрасте. Ну, и там, как поживаете? Вот это вы были моим. Как красным отцом он так назвал меня. И, говорит, после «Мёртвого сезона» он пошёл в разведку. Ещё есть возможность сделать выбор. Я уже всё для себя выбрал. Шпионский детектив «Мёртвый сезон» стал для Бониониса десятой по счёту работой в кино. И первой, которая принесла ему настоящую славу. Его чудом утвердили на эту роль. Положите портфель. Пробовалось много актёров, включая Вячеслава Тихонова, который спустя пять лет займёт вакансию главного разведчика советского кино. Режиссёр «17 мгновений весны» Татьяна Лиознова не скрывала, что именно «Бонионис» и «Мёртвый сезон» во многом определили стиль её будущего фильма. Бонионис до этого сыграл в нескольких картинах литовской киностудии. На всесоюзный экран он попал в качестве иностранца. Массовый зритель впервые увидел его в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Всех иностранцев всегда в российском кино, как правило, играли прибалтийские актёры. Лица хорошие, лица замечательные. Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Люди верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать. Кстати, это был единственный случай, когда Бонионис говорил с экрана собственным голосом с характерным литовским акцентом, что было обусловлено ролью. Все последующие его работы в кино озвучивали российские актёры. Особенно часто Александр Демьяненко, чей голос стал со временем неотделим от внешности Доната Сабониониса. Ваше Высочество, премного наслышан. Бездна моего раскаяния так глубока, так глубока, что я писать невозможно. Блуждал, можно сказать, в глухих потёмках, безнравственно. Я полагаю, сказано всё. Посмотрите, я покажу. Среди сотен фотографий, которые хранятся по всему дому, большинство со съёмочных площадок. Но 90-летнему актёру особенно дороги не они. Больше, чем всеми своими успехами, Бонионис гордится достижениями сыновей. Старший, Эгидиус, стал историком. Младший, Раймундас, режиссёром. Дав сыновьям хорошие гены, Донатос в силу профессии не мог подарить им столько заботы, сколько хотел. Жизнь артиста всегда на бегу, всегда в дороге. В долгих киноэкспедициях Донатос скучал по семье и делился своими переживаниями с коллегами. Но пока ты молод, ты не задумываешься. Ты бежишь, бежишь, бежишь. Всё хочешь охватить. Всё ещё, кажется, впереди. Ещё не сделано то, не сделано. Вот там приложение, там какое-то приложение. Хочется всё охватить, успеть везде. И ты не имеешь возможности просто остановиться, подумать. Но друзья знали, что Донатос, как никто другой, защищён от любых бытовых проблем. Дом держался на его жене, Оне. Ну, конечно, жена, жена. А вы ей помогали? Ай, да ну, так. Так только, теоретически. Не, ну это, конечно, ну что вы. Я не хозяин. Когда сыновья выросли, Оне иногда ездило на съёмки вместе с Донатосом. Но даже если он один уезжал надолго, никогда не ревновало его. У них была дружная семья. Ссорились? Ну, ссорились, не ссорились. Ну, как обычно, два человека с человеком. Это бывает какие-то, ну, небольшие ссоры. Нет, нет. То, что разойтись или всё, нет. Такого не было, такой мысли никогда. Конечно, как водится, народная молва приписывала ему романы с первыми красавицами советского кино. Но те, кто знал Донатоса близко, только посмеивались над такими слухами. Чаще всего на площадке он был совершенно замкнут на работе. И все разговоры вертелись только вокруг роли, которую он в данный момент играл. Он такой серьёзный, ну, и, так сказать, прибалтийское одиночество такое в толпе, сосредоточенность, необыкновенная в профессии. На твердальнее расстояние. Он хотел всё досконально узнать о роли. А вам? Никогда не хотелось уснуть, проспать в каком-нибудь безопасном месте лет 200-300. И проснуться, когда на Земле будет всё по-другому, лучше. Не думала. Пока. Не тянет. В нём была такая какая-то мудрость. Такого, знаете, исследователя, наблюдателя. Он располагал к себе, ну, вот море обаяния. Он располагал любых людей. Вот, Ингрид, пожалуйста, вы представьте себе, что я из этой самой ассоциации любви. Поговорите со мной. Скажите, вы любили только один раз в своей жизни? Ну, конечно, а вы? А разве меня тоже будут спрашивать? Конечно. Я просто, я даже не могу о нём спокойно, ну, как-то говорить без улыбки. Вот я его вижу, у меня такое тепло по сердцу разливается, и мне ничего не надо ни говорить, ни делать. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, я не знаю, как ответить, чтобы это не обернулось против Люсы. Отвечайте правду. Я всегда радуюсь, когда вижу его, потому что все его работы замечательные. Я не знаю у него плохих работ вообще, ну, из-за того, что я видела. В одной из своих первых картин «Никто не хотел умирать» Банионесу предстояла любовная сцена с латвийской актрисой Вей Артмана. Режиссёр фильма Витаутас Желакевичус предупреждал Донатаса. Будь осторожен, в неё влюбляются все актёры. И когда Желакевич сказал, что на быть моей паре ждёшь в Волгу свою, думаю, теперь-то я пропал, она меня там задушит. А нет. Дурень ты, дурень. Опасения оказались напрасны. На этой картине они подружились и пронесли добрые чувства друг к другу через всю жизнь. Справедливости ради надо отметить, что каждый вечер Банионес ходил на свидание к своей партнёрше. Но только в интересах фильма. Вот ключи, печать, девять. Мы жили так в деревне, там, где снимали там сцены. И мы там по вечерам оговаривали, что будем играть, как будем играть. Она по-русски, я по-русски разговаривали. Он какой-то латвийский язык похож. И вот этот текст потом она переделывала на латвийский язык, когда играла. И я по-литовски, потом озвучивали её. Общий язык он находил со всеми. Не участвовал в актёрских интригах, был по-настоящему галантен и учтив. От того, что никогда не выходил за рамки дозволенного в отношениях со своими партнёршами, каждая из них сохранила о нём самые тёплые воспоминания. Мистер Лонсвилд, тут про вас говорят страшные вещи. Ну, этого и следовало ожидать. Самые большие сплетни рождаются в самых маленьких городах. Симпатия была, симпатия была. Я до сих пор храню, значит, такую шкатулочку. Он мне подарил, там были прекрасные магазины в этом самом Ленинграде тогда, антиквариат. И он мне такую шкатулочку подарил. Антикварную. И она до сих пор... То есть я каждый день... Вот передо мной донатность, передо мной этот фильм. Вот каждый день. Вы профессиональный обоститель, мистер Макинны. Признайтесь, сколько женских жизней на вашей совести? Однажды в актёрской кампании зашёл разговор о том, кто сколько раз был женат. Два-три раза были обычным делом. Нашёлся даже рекордсмен. Пять женитьб. И только Бонионесу похвастать было нечем. У костёла это вот наша свадьба. Со своей единственной женой он прожил к тому времени 20 лет. И впереди у них было ещё 40 счастливых лет вместе. Вы самая смелая. Самая лучшая женщина из всех, что я видел. Любовь миллионов зрителей. Звонки и письма поклонниц. Восторженные статьи в прессе. Всё это появилось в жизни Бонионеса, когда он уже был зрелым человеком. Первую большую роль в кино он сыграл в 35 лет. Парадокс в том, что его роман с кинематографом не был взаимным. В то время как сотни безработных актёров готовы были на какую угодно роль, Донатас кино не взлюбил. Он не мог смириться с тем, что его актёрские способности многих режиссёров просто не интересовали. С тем, что в кино артист был нужен только как инструмент. Было мучение. Ой. Я думал, ну что за кино, ну что за кино. Вот там была беда для того, чтобы внешне нужен был кадр важнее, чем твоя внутренняя жизнь. Что ты должен смотреть так, а не так. Так, а не так. Ой. Думаю, нет, это мне не... Я не могу так выполнять те задания, которые абсолютно не совпадают с внутренними. Женя, а главное, чтобы ты так смотрел, а не так. Ну, а оператору нужен кадр. Он говорит, а мне кадр такой. Прошу всё равно восхищайся. Это были не капризы. Просто в актёрской профессии Бнеониса всегда привлекала другое. Он был одержим театром. Сцены, где между ним и зрителям не было никаких операторов, никаких кинокамер. В начальной школе я был на сцене, всегда меня брали в школе. Я любил играть. Ну, знаете, праздники какие-то, на Пасху или на Рождество. Ну, одни пятёрки у меня всегда были. Когда в начале я учился, в начальной школе получил четвёрку, так я плакал. Родители Донатоса были людьми небогатыми. К его увлечению относились с уважением, но считали, что детям надо получить профессию, которая сможет прокормить. Сына определили в ремесленное училище. Но именно там Донатос впервые услышал фамилию режиссёра, который изменил его жизнь, и которого Бнеонис считает своим единственным учителем. Йозас Мельтенис, получивший театральное образование во Франции и Великобритании, создал свой театр в Каунасе, родном городе Донатоса. В свою труппу он не брал профессионалов. Своих актёров он обучал сам. Его режиссёрские методы отличались от общепринятых. Он был против всяких проявлений театральности, создавал на сцене подобие жизни. Он запрещал своим актёрам выходить на поклон, чтобы не разрушать магию естественного существования на сцене. Бнеонис впервые увидел спектакль этого театра, когда ему ещё не исполнилось и 16-ти. Я пошёл смотреть, и там смотрю две женщины, билетёрышки, которые там билеты показывают, места показывают. Знаете, так как называется? И говорят, ну разве это театр? В театре надо играть. Они не играют, они живут. В театре надо играть. В злость. Радость. Они как в жизни. Жизнь, так это не театр. Надо будет смотреть. Голос надо держать. Это театр. Это не жизнь. Но Донатас понял, что именно без такого театра он теперь прожить не сможет. Через общих знакомых уговорил Мельтинеса устроить ему прослушивание. Ну я пришёл, и он мне сказал, Донатас, ты знаешь какие-то стихи? Да, я подготовился уже, надо что-то показать. Ну то скажи, мы пошли там в садик, там собачья такая будка, меня поставил рядом. Так он вспоминал Мельтинес потом. Ну и говорит, я начал стихи говорить, я забыл текст. Ай-яй-яй-яй. Мельтинес посмеялся, ну ничего, хорошо, поедем. Завтра мы возвращаемся по небесу, если ты можешь ехать с нами. Какое счастье. Я прибежал домой, сказал родителям, отцу, что я уезжаю в Паневежис. Он мне очень-то и верил. Ну какой ты, ты ремесленный училище, ты из театра. Вместе с театром, который переехал в город Паневежис, Баньонис поменял место жительства и прожил там большую часть жизни. Вот это вот Мельтинес, Космос, уже нет живых ни одного, кроме меня. Слава о театре из Паневежиса вышла за пределы Литвы. Легкая на подъем московская творческая молодежь специально приезжала на выходные посмотреть спектакли Мельтинеса с Баньонисом в главной роли. Донатаса стали приглашать в кино. Однако Мельтинес не одобрял, когда его актеры оставляли театр даже ненадолго. Но в кино был хороший заработок. К 40 годам Донатас уже купил дом и машину. Получали мы тогда машину, они их покупали, а получали за деньги, ну получали. Поэтому Баньонис придумал, как перехитрить режиссера, чтобы чаще сниматься. Я хотел, чтобы Мельтинес не подумал бы, что я без него обхожусь. Это мой отец, мой учитель, отец, как хотите, называйте его, но он вишеный. Я думал, чтобы он не знал, не думал бы, что я его, ну как-то предал или отказываюсь, или что. Поэтому я договаривался всегда, чтобы время от времени он приехал бы на съемки. Это была моя хитрость. И он приезжал, смотрел, потом мне давали какое-то, давал какие-то замечания. И уезжал, а я, а хорошо, хорошо. Мельтинес научил его не жалеть себя и относиться к профессии предельно серьезно. И даже Савва Кулиш, режиссер «Мертвого сезона», фильма, который прославил Баньониса, поначалу принял скрупулезность литовского актера за невыносимый характер. Скоро двор этот станет их любимым местом, их клубом. Естественное любопытство. Он вообще такой въедливый очень, въедливый такой, с недоверием. Вот он, мне кажется, доверял только одному человеку, это Мельтинес. Ну, как завтра? Думаю, часов шесть. А кто будет? Адвокат и аптекарь. Вот, честно говоря, аптекарь мне не очень нравится, как партнер. У него слишком длинные пальцы. Он такой все время с сопротивлением, все время, пока его не убедишь. И вот они, я знаю, что с Саввой, вот они где-то там в уголочке что-то договаривались, договаривались, договаривались. Вижу, этот краснеет, белеет. Ну, слава Богу. А я Ладенников. Режиссер Савва Кулиш открыл Баньониса для советских зрителей. Руководство Госкино было категорически против его кандидатуры на главную роль разведчика Ладенникова. В его внешности не было ничего героического. Ну, кино есть, дураки. Там сидели самые страшные люди. Это Госкино. Но Кулиш чувствовал, что для успеха фильма ему нужен именно этот актер. Его внутренний стержень, глаза, которые умели выразительно молчать в кадре, все это отличало прибалтийского актера. Однако убедить начальство не удавалось очень долго. Ну, разве я разведчик, как и плечи. Не разведчик, а волосы. Не светлые, а какой разведчик советский. А глаза, они синие. Аккария. Так разве это советский разведчик? Это не американский разведчик, может быть. Нос-то не разведчика. Нос-то человека. Седьмой вариант. Ну, комедия, но... Сейчас похож. У каждых начальников были свои любимцы, свои, так сказать, видения. Им всем хотелось создать советских бондов. Прошу занести в протокол, что я при аресте не оказывал сопротивления. А он делал все это наоборот. Ну, я никогда не думал, что у актеров так развито чувство здравого смысла. Бонионису вместе с режиссером фильма Савой Кулешом пришлось пойти на хитрость. Фильм, естественно, создавался при активном участии Комитета государственной безопасности. И у главного героя был прототип. Действующий советский разведчик Конан Молодый. Его познакомили с Бонионисом. Когда на стол руководству Госкино положили их совместную фотокарточку, крыть начальству было нечем. Конан Молодый. Это прототип, которого я играл в «Мертвом сезоне». Мы только познакомились. И мне представили его. Я смотрю на него, ну какой он разведчик. Смотрю, ну разве это разведчик. Так, с помощью всемогущего КГБ, Бонионис получил, может быть, самую важную свою роль в кино. И его прототип, и коллеги Конана Молодого по разведке своим выбором остались довольны. Хотя в целом считали фильм далеким от реальной жизни разведчиков. И вообще они посмеивались над всем фильмом и над всем прочим, но с огромным удовольствием восприняли исполнителя главной роли. Разведчик в исполнении Бониониса, он был именно таким, каким было нужно. Вот это был разведчик. Не особенно такой видный, невзрачный, тихий, не бросающийся в глаза. Вот ему это страшно нравилось. Еще до выхода на экраны Советского Союза, мертвый сезон начал путешествия по разным странам. В дни премьерных показов в Москве съемочная группа находилась в Болгарии. В СССР Бонионис вернулся настоящей кинозвездой. Бонионис возвращается и не понимает, что происходит. В Шереметьево все таможники, обслуживающие показывают на него пальцем. Он так оглядывается, не понимает, в чем дело. И, значит, его рассматривают, шушукаются. Потом к нему кто-то подбежал что-то подпишить, и он не может понять, что это такое. А это люди уже посмотрели. Они были в Болгарии, они не видели. А здесь люди уже посмотрели фильм, потому что невозможно было билеты достать. В первый год проката фильм посмотрели 34,5 миллиона зрителей. А когда его стали показывать по телевидению, не было в стране человека, который бы не знал Доната Сабониониса в лицо. Иду я в метро. Ой-ой-ой, не сюда, вам бесплатно. Ну, были такие случаи. Или в автобусе, или в троллейбусе. Там билетик. Нет, не надо вам. Ну, знаете, народ. Ну, уважал. Это такая анекдотическая, но приятно, когда узнавали. В 1968 году Бонионис вместе с другими звездами кино снимается в международном проекте в фильме «Красная палатка». Все без исключения кинематографисты, включая английских и итальянских коллег, были в восторге от работы Бониониса. Один из эпизодов с его участием называли актерским шедевром. Перестань, Марьяна! Перестань! Прекрати! Прекрати! Перестань, Марьяна! Хватит! 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 Перестань, Марьяна! Хватит! 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 Он обладает той совершенно собачьей органикой, вот ребенка или животного, который может оправдать все, что угодно. Он получает наслаждение не от того, так сказать, что скажут девочки, когда выйдут в сеанс, а от того, насколько он достигает своей цели в том, что он играет. И это очень достойно, а самое главное, что это настоящий актерский класс. Но Донатас всегда смущался по хвалу. Шутил. Главное, чтобы не ругали. А он не любит, когда его хвалят, не любит вообще, когда ему говорят о его работе. Он сделал, сделал. Он знает, что он сделал. Все похвалы и всю критику Донатас получал, когда возвращался домой. Его единственная спутница, его жена, Оно, была верным советчиком и в профессии, и в жизни. А история их любви не уступала самым закрученным сюжетам романтических любовных фильмов со счастливым концом. Соной Конкулявичите Донатас познакомился в Рождественский сочельник 1947 года. Она была дочерью состоятельного землевладельца и, согласно приказу министра внутренних дел СССР, подлежала депортации. Отца и брата уже отправили в Воркуту, и она, спасаясь от репрессий, бросила университет в Каунасе и поступила в Паневешский театр к Мельтиносу, где уже работал Донатас. 15, 16, 17 июня стали в Сибирь увозить людей. Мы очень испугались, потому что не знаем, почему тут ввозят. Нет ни суда, ни доказательства, ничего. От того нет, а потом того. Это было страшно три дня. Но она тоже преступница, потому что ее отец имел 80 гектаров земли. Отца-то посадили в Воркуту, увезли. Без вины, ну господи, потому что богатый только. Единственное его преступление, богатый, земли не мировая, у него было земли 80 гектаров. Ну так это преступление страшное. Ее хотели забрать, она сбежала. Приехала по Невежис, мне ей так, ей стало жаль, я с ней стал дружить. Мы только знакомы были, никакой она не думала, потому что мы будем муж и жена. Там пару месяцев подружили, и потом я говорю, знаешь, ты выходи замуж. Она согласилась, потому что мой отец-то был партийный работник, фарторг. Он-то коммунист, ой, с ним тоже спорил немного. Так беспартийный Банионис перехитрил советскую власть и уберег коллегу по театру и партнершу по сцене от незавидной участи, которая могла ее постигнуть. Вряд ли они тогда понимали, что эта история станет началом большой любви и долгого семейного счастья. Вот так мне было жаль, и поэтому мы поженились. Мы очень хорошо прожили, много-много лет, 60 лет прожили вместе. А вот случайно было такое случай, почему я поженился. Они вместе играли в постановках Мельтинеса. Но экстравагантный режиссер был против актерских союзов. Да и сама она однажды решила, что актер в семье должен быть один. Она не ушла из театра совсем, перейдя на административную работу. Ну, у нее не было таких способностей больших, и все, она не стала большой актрисой. Рука об руку, они прошли большую жизнь. Вместе были и в горе, и в радости. В 1993 году они потеряли старшего сына, который умер от онкологического заболевания. Рак – это страшная болезнь, и умер. Ему еще не было 50 лет, как умер. Она пережила Эгидиуса на 5 лет. И сегодня Донатас живет с семьей младшего сына Раймундаса. В своей жизни он любил только одну женщину. Вспоминать ее трудно, и Донатас избегает тяжелых разговоров. Он сейчас одиноко? Да, немножко, конечно, немножко, да. Вот это самая главная улица, видите. Улица Гадеминаса. В Литве 70-х Банионис был чуть ли не главной достопримечательностью. Так и говорили. Литва? Конечно, знаем. Там живет Донатас Банионис. На международных фестивалях он представлял советские картины. Но все, естественно, понимали, что он литовский актер. С Прибалтами, с Прибалтийскими республиками всегда были, так сказать, как бы, вроде какие-то странные отношения, сложные. Но я вот ни на себе не ощущал никогда какого-то отношения отрицательного. Со многими снимался. Снимался с Банионисом. Дружили, обнимались, целовались, любили друг друга. Недавно встретились в доме кино, так просто как родные братья. Мы всегда с ним дураковаляли. Я так всегда шутил, говорю, ну, как мы, старшие братья, вам там помогаем. Ага. Он, да-да-да-да, очень, да-да-да. Такие шутки у нас были между собой. Я говорил со старателем, мистер Конрой. Они согласны? А вот я не согласен. Вот впишите это. Крупными буквами и поставьте восклицательный знак. Банионис снимался у лучших режиссеров страны. Его статус уже позволял выбирать, в каких фильмах соглашаться играть, а в каких нет. Но сам он мечтал сняться только у одного режиссера. Посмотрев фильм Андрей Рублев, Банионис сразу понял, что перед ним произведение выдающегося мастера. Поэтому, когда Тарковский предложил ему главную роль в своем новом фильме, Банионис не раздумывал. Но режиссер театра Мельтинес в этот раз был категорически против. К тому времени на Банионисе держался репертуар. Тогда Донатос привез в Литву копию запрещенного в то время Андрея Рублева и показал другу и учителю. Посмотрев, Мельтинес отпустил актера без дополнительных условий. Однако съемки фильма обернулись для Баниониса разочарованием. Банионис, он достаточно ремнивый, это народный артист, я понимаю, конечно, все. И Донатос это чувствовал. Донатос долго не мог понять, что и как он должен играть. Тарковский не ставил перед ним никаких задач. На все вопросы отвечал, живи в кадре. Даже сценарий целиком Донатос до конца съемок так и не увидел. Я лежу, скажем, открывать глаза должен и увидеть Наташу. Я так открываю, подожди, надо так. А я, не, не, слишком медленно, быстрее. Вот такие вещи. Ты голову повернул, надо так поворачивать. Было трудно мне. Донатос он замучил невероятно совершенно. Вот. А главное его было так, играй гениально. Все. Играй гениально. А как ты гениально сыграешь, когда ты еще текст вообще не усвоил. Тем более он театральный артист. Ему нужно зерно роли. Мы втихаря от Андрея репетировали. Дело в том, что наш гений репетировать категорически отказывался. Он хотел все как в жизнь. Знаешь, проявляя жалость, мы опустошаемся. Может, это и верно. Страдание придает всей жизни мрачный и подозрительный вид. Банионису потребовалось много терпения, чтобы не бросить эту затею. Тарковский обращался с ним как с манекеном. Да еще и с оператором картины Вадимом Юсовым режиссер был в вечном конфликте. Мы отрепетировали. Пришел Юсов и ставит камеру. И вон совсем другие замечания делали. Ты так поверни голову, ты так проходи, ты так сядь. Ну и так дальше. Я помню, что Андрей расследился и стал кричать. Слушай, Вадим, ты кто режиссер? Ты или я? Ты режиссер. Ну так хорошо. Теперь так. Ты не уходи. Ты режиссер, ты уходи. А я оператором для меня главный. Ну и потом больше после этого фильма они уже не работали вместе. Картина вызвала неоднозначную реакцию. Автор романа, который экранизировал Тарковский, польский фантаст Станислав Лем, был возмущен и даже обозвал режиссера дураком. Однако к актерским работам претензий не было. Даже в рецензиях часто хвалили актеров, но картину ругали. Рецензии были хорошие, но мы отзывы были, что нет никаких сцен, ни убийства, ни драки, ни любовные сцены постельные. Ну что за сфильм? Вот он нам какую-то такую интонацию подал. Хорошую. Какая-то она была странная. Вроде так мы не говорим. И в то же время это была правда. Понимаешь? Там не было космического. Солярис удостоился специального приза Каннского фестиваля. Но вот на родной земле был востребован лишь в интеллигентской среде. Массовый зритель фильм не понял. После московской премьеры картины Банионис получил письмо от поклонницы. И там, знаете, пишет, от имени всех, женщина, от имени всех зрителей, от имени всех зрителей просим больше в такой халтуре. И мы вас очень уважаем, вы прекрасный актер. И поэтому мы просим больше в такой халтуре, как Солярис, не снимайтесь. Я, например, дурактор, умил бы хоть документы. Именно благодаря Солярису о литовском актере Донатасе Банионисе узнали в мире. Советские власти ему долго не разрешали поехать в Америку. Но популярность его росла, и запрещать любимому актеру миллионов поездку в США стало просто неприличным. Банионис побывал в Голливуде, где фильмы Тарковского изучали, и где ко всему, что с ними связано, всегда был повышенный интерес. Тогда меня спрашивали, я помню, американские актеры, сколько я получаю, уже был Солярис. Говорю, 50 рублей в день. Не поняли, сколько. 50 рублей. Подожди, ты дурак, что ли? Нет, говорит, действительно, это была норма, 50 рублей в съемочный день. Ну, это... И они так хохотали, что я 50... Такая звезда с Солярисой, и только 50 рублей в съемочный день. Когда доллар, это миллион, это тысяча миллионов. Ой! Ноги уже мои старые. А я сниму эту шапку, черт. По улицам Вильнюса шагает одинокий седой человек с глазами философа. Прохожие, разглядывая витрины местных магазинчиков, не обращают на него никакого внимания. Он при жизни стал легендой советского кино. Но сумел не растерять ироничный взгляд на самого себя и свои большие творческие успехи. Я пошел в одно учреждение там, и у меня, значит, к меня спрашивает женщина, заполняла какие-то бумаги, не помню бумаги. Говорит, ваша фамилия как? Говорю, Баньонис, Б, 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 Баньонис, Б. А, Б, первая буква Б, как бурак? Говорю, нет, как огурец. Как? Ну и говорю, до свидания. Она даже фамилию меня не знает Баньонис. Ну, рассвета бы не может быть. Победите видо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok